здравствуйте здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые слушатели начинаем нашу программу сегодня построим нашу программу таким образом у нас будет время ну достаточно большой промежуток времени где я полагаю так и приглашаю несколько человек сюда ну как минимум двое до двое но думаю что будет еще и третий человек то есть у нас порядок такой программа называется беседы с майклом со мной и это бывает ну может быть недостаточно регулярно но где-то бывает раз неделю бывает раз две недели но вот у нас последний раз два недели тому назад и сейчас те кто может быть первый раз я скажу о том что у нас идут обзоры передач которые прошли обзоры программ которые будут в будущем в ближайшем будущем ну и какие-то комментарии которые люди ставят и вопросы которые они задают в разных программах где отвечают наши специалисты ну в том числе это бы и я отвечаю и вот у меня есть давайте мы с этого наверное начнем с вопросов тогда поскольку вот они у меня выписаны давайте мы тогда их будем потихонечку проходить как я это понимаю вопросы от разных людей ну по мере развития будет у нас первый гость появится наверное минут через 25 как раз тогда когда вроде бы была объявлена программа первоначально сегодня я прошу прощения у нас будет у нас ярмарка проходит на на территории сангей центр во всех остальных помещениях их не видно естественно только одна комната здесь и поэтому ну полагаю так мы к этому времени уже закончен но будет один гость который специально здесь находится который специально приехал и если она появится этот гость ее зовут дайна она занимается то что называется по-английски спиричал алаймин ну или как его перевели прямой перевод не нравится мне категорически духовное выравнивание что такое выравнивание ну так это прямой перевод я бы так назвал это по-другому собственно я перевел по-другому сейчас уже не помню даже как вольный перевод ладно давайте мы тогда вот она появится мы ее пригласим но наверное в районе где-то через часа сейчас небольшим наверное как только на приедет но она в чикаго уже находится и так как мне забить на курильщиков которая куривает меня везде на остановке тротуаре оставляя шлейф и дыма и из окон соседей хочется убивать ну друзья убивать не надо когда-то я сам когда-то был курильщиком мы все же невежестве живем вот и на какой-то момент я решил что я бросаю я бросил ту же самую секунду ни разу не возвращался и потом через какое-то время мне это было действительно так противно но правда убивать нельзя но как забить значит есть один очень классный момент да очень классный вариант вот вы идете и вы себе воспитываете привычку но это надо упражнениями конечно воспитывать вы не дышите тот момент вот так в основном случае я делаю я там гуляю по утрам рано совсем да но оказывается есть люди которые уже в 5 утра они уже проснутые да и первым делом они берутся за сигарету выходит на балкон поскольку дома им не разрешает а вот так вокруг можно все что угодно можно делать отправлять всех так они считают ну и я там где-то прогуливаюсь причем настолько обостренено что я бывало слышал свой просто удивительно я не знаю почему но где-то там не знаю метров за 400 я слышу хоть минимальный этот запах этого у меня просто действительно он меня не их он меня как бы убивает но я сразу вот не дышу какое-то время пока не прохожу эту зону где вот этот ветер там доносит вот это вот запах это но сложно с другой стороны ну что есть и есть но о чем что делать ну мир у нас такой многие вещи которые мы не чувствуем они нас отравляют как мы понимаем и воду которую мы пьем от и до которых поедем ну что делать сегодня так вот поэтому вот как не убивать это вопрос другой да то есть она не должно нас трогать короче говоря вот очередной раз сидит здесь аватар которая обучала мы не должны быть к этому привязаны не над to be a touch так это называется следующий отвечает в то же время вот женщина задает вопрос а у нас тут есть специалисты они активные очень а вот они отвечают чтобы забить на все это том числе тотальную несправедливость обман и так далее нужно быть глупым или пьяным или пофигистом и так далее ну логика есть конечно или глупым или пьяным чтобы забить но вот пофигистом это относится уже тому как бы условно говоря о том чтобы воспитать себе способность не быть к этому привязанным но очень условно и много раз эти примеры приводились есть люди которые желают жить не в соответствии с законами они делают абсолютно вещи которые несовместимы с нашим пониманием справедливостью социумом и так далее и законами которые у нас существуют что самое интересное это их право но это их право наше право не не судить кстати вот здесь две вещи которые никто не хочет соглашаться почти вот не судите да не судимы будете если нам это неприятно мы это когда-то сами делали совершали сожалению мы сами в этом принимали участие любое любое действие со стороны внутри которое нас каким-то образом возмущает из и которые мы не согласны это наши проблемы все абсолютно именно таким образом мы делали когда-то сами ну захотим согласимся захотим не согласимся вот прошу прощения за дым это у нас вот видите вот поэтому еще раз не надо быть привязанным к этим вопросам следующий вопрос как ознакомиться с вашей методикой не уже не помню о какой методике идет речь ну полагаю так я думал думал о том что если об этом идет речь то я думал об этом сказать чуть позднее но тем не менее довольно часто бывает в передачах особенно с парапсихологом Еленой Борецкой я говорю о нумерологии 10 лет назад я начал так скажем путь значит больше изучение но у меня есть моя система простите она совершенно не подчиняется и лежит в области абсолютно всех может быть других систем не в области других систем которые у нас известны в нашем мире если речь идет о нумерологии дело в том что астрология а что самое интересное очень много следов осталось от прошлых времен нумерологии не осталось следов вообще никаких все что мы знаем это пифагор но пифагор еще раз кто такой пифагор мы как бы знаем и где-то читаем правильно это как бы знают все что делал пифагор он запрещал делать заметки поэтому во время уроков заметки не делались это означает что информация исходящая от самого пифагора возвращалась входящей информацией студентам которая потом об этом где-то написали когда может и самого пифагора уже не было и когда они решили это все дело открыть но насколько это было соответствовало тому чему учил пифагор мы этого не знаем сколько мы тогда не жили здесь все идет на очень и очень серьезном уровне на уровне восприятия информации из тонкого мира где она безусловно есть потому что все времена которые там были и через которые мы физически не проживали точнее не помним это проживали но мы этого не помним я сейчас буду говорить совершенно крамольные вещи для многих пришествия души на землю вот у нас 7 там или 9 кто-то там говорит или 14 если не знаю где то я читал переходит душа на землю 14 раз это как во первых на какую землю она приходит вот на планету земля она приходит или как или на другую планету она приходит значит одиннадцать с половиной ну примерно триллионов лет существует сегодня ну как бы скажем так грубо чтобы было понятно не уходить в очень серьезное когда мы говорим вселенная она уже непонятна вселенных огромное количество вообще-то говоря поэтому вселенная объем это это постичь наш человеческий мозг не в состоянии со всеми там планетами звездами и так далее это дырами этими но вот мы существуем одиннадцать с половиной триллионов лет значит сколько раз за это время проходила душа 14 за одиннадцать с половиной триллионов лет значит есть четкие опять же сейчас можно возразить полная крамола а где это написано кто это видел кто это знает о том что день брахмы брахма это первое существо вселенной это написано в ведах сразу скажу вот нет русских вед нет индусских вед нету никаких других вед есть просто веды просто знания они универсальны это примерно как есть всевышний который один а каждый народ себе каждая конфессия себя выбрала своего бога вот и сегодня вот все от ничего это делается для того чтобы все мы разделились ну сегодня происходит таким образом это все поэтому прошло половина нашей жизни вот сто лет его лет этого брахмы сейчас не буду рассказывать все эти циклы сумасшедшие вот один цикл такой маленький такой цикл четыре с половиной миллиона лет это сатья юга это третя юга это два пара юга это калий юга все в котором мы сегодня живем чтобы не вдаваться в детали иначе это будет очень долго а у нас есть регламент собрание на ликер и водочном заводе помните да вот я ушел от вопроса как ознакомиться с методикой просто стоял в этом то есть стали поступать запросы они и раньше поступали но сейчас они стали как-то более предметные рассказать про эту методику ну рассказать это в рамках одной передачи двух и десяти сложно поэтому это надо делать курс а курс он как и вообще информация она как она или востребована она или не востребована просто прийти послушать развесив локаторы можно и одобрям не одобрям и так далее можно но я всегда говорил бы все лежит в области предметности или в области практики первым делом кредитного производства забудьте чему вас учили в институте так говорил Аркадий Райкин да я приехал в Индию в очередной раз повторю первый раз и поставил себе задачу стать ребенком пятилетним который не имеет никакой информации если бы я это не выполнил я бы ничего бы не узнал я бы никак бы не из центра этого не было и так далее и так далее вот я понял одну вещь о том что нас учили чему-нибудь и как-нибудь иными словами то есть есть вещи которые нас не обучали чтобы об этом узнать надо это принять изначально на первом этапе мы принимаем то чего мы не знаем и не говорим мы в это не верим если мы говорим не верим иными словами означает оказывается мы знаем лучше как можно сказать что я не верю если ты еще понятия об этом не имеешь как можно судить об Индии или там о Китае или где-то еще если ты там ни разу не был ну ты приедь туда побудь там вот ну вот приедь в Соединенные Штаты и побудь здесь 26 лет к примеру как я тут с лишним тогда можно о чем-то еще хоть как-то говорить что это за страна как тут живут люди как они какой у них менталитет а так на скоком это довольно сложно но не у каждого есть 25 лет поэтому ну как бы на первом этапе можно поверить а потом проверять если есть такое желание вот давайте поедем дальше поэтому сейчас идет речь вопрос о том чтобы собраться с силами так скажем вот и попытаться эту методику в виде курса изложить и кстати об этом уже есть запросы причем очень целенаправленные о том что надо вот ну много чего надо ладно поехали люди говорят что выход из зоны комфорта это развитие но выход из зоны комфорта это страдания а Такие страдания безопасны? Вопрос, да? Такие страдания безопасны. Они опасны. Они опасны, если мы входим в это страдание и начинаем сами страдать. Есть понятие со-страдание, есть понятие жалость, есть понятие милосердие. Со-страдание – это природа нашего физического тела. Со-страдать. Со-ведущий. То есть вот человек страдает, и мы начинаем страдать вместе с ним. Зачем мы вместе с ним страдаем? Ну для чего мы вместе с ним страдаем, простите? Ну у него его проблема, это его проблема связанная с миллион причин, почему человек страдает. Почему нам надо вместе с ним страдать? У него его индивидуальный опыт или её. А мы вот входим в это состояние, берём на себя вот всё вот эти вот вещи, думая об этом человека, который страдает. К сожалению, мы берем на себя, к сожалению, это тонкие процессы, о которых мы не знаем. Мы берем на себя вот это страдание даже на физическом плане. Очень многими вещами обуславливается и объясняется то, что происходит сегодня в мире, как люди себя ведут. Почему человек страдает? Вы знаете, у него утрата близкого человека. А может он страдает? А кто-то не относится к этому так. А почему? А может у него внутри сидят вот эти сущности, которые хотят, чтобы он страдал. И так человек постоянно страдает. Они питаются. Понимаете, есть люди, не люди, точнее, а сущности, которые питаются. И люди тоже. В них там внутри сидят эти микробы, бациллы, там эти всякие гадости, которые питаются этим. Как нами питаются наши паразиты. Мы хотим есть. Вот человек хочет есть. Да не он хочет есть. Хотят, простите, есть паразиты, которые внутри нас сидят. Вот. Поэтому страдать? Ну, есть желание страдать. Вот. Ну, как бы опасно, да? Вот вопрос стоит опасный. Так. Ну, тут вопрос про доктору. Кстати, у нас будет доктор в эфире. Через совсем скоро. Мы поэтому будем как-то прерываться на доктора, да? Интересный доктор. Вот. Я и скоро буду подсоединять. Говорят, что выход из зоны комфорта, это так, это уже было. Извините, доктор берет на себя ответственность за лечение и претензии к врачу. А в вашем методе человек сам за себя отвечает. Вот вы избавились от сострадания и ответственности. Не знаю, еще раз не помню, о чем идет речь. Вот. Вот. Андрей пишет, долго пишет. Земля, планета, как и 99 с половиной людей живут в аду. Так говорят биоэнергетики, специалисты по регрессивному гипнозу. И я с ними согласен. Ну, человек с ними согласен. С генетиками. Поэтому количество знаний обратно по рациональному уровню счастья. Это философия уже идет. Серьезная причем. Будет ли счастлива одна пчела, когда поймет, на кого работает. Причем ее никто не понимает. Все счастливы вокруг живут, пашут и радуются жизни. Они не понимают, что живут в виртуальном мире. Ну, очень долго здесь написано. То есть, животные живут в раю, имеют видовое питание. А домашние имеют те же проблемы, что и человек. Ну, много тут, конечно, философии. Но дело в том, что действительно земля не приспособлена, планета наша, земля не приспособлена для счастья по одной элементарно простой причине. Есть четыре вида страданий. Так описывают веды Айурведы. Четыре вида страдания. И это обусловлено нашим материальным телом. То есть, мы болеем. Ну, не все раскрывать не будем. Мы все болеем. Страдания, которые причиняют нам болезни, страдания нам причиняют людей. Ну, и самое главное страдание – это страх смерти. То есть, он есть у всех. У всех. Вот. Почти у всех. Почему почти? Потому что, простите, у меня нет. Ни в какой момент, ни в какую секунду. Ну, нет. Вот и все. Я каким-то образом от этого избавился. Вот. Сожаление, оно есть. Легкое такое. Но, в принципе, страх смерти в любом возрасте, в любом состоянии. И это и есть страдания, которые практически все люди испытывают. Но каждый человек имеет возможность, имеет право вырваться за пределы нашей материальной природы. Которую мы, как органично существуем, поскольку мы тела. Мы материальные тела. И мы в ней существуем. Для этого надо, есть, уже говорилось, отмечалось, это отдельная, может, программа. Но, повторю, есть понятие аккарма, викарма, аккарма. Вот. Это ведические терминологии. И чтобы... Да. Но есть такая возможность. Но для этого надо, ого, ого, чего сделать. Вот один, тот самый собеседник, со-ведущий, показал, как можно добиться. Причем 40 лет показывал. 40 лет. После того, как сам этих вопросов добился. Давайте мы сделаем вот как, друзья. Ну, вопросов там много. Я хотел показать вам одну вещь. Мы потом к этому и вернемся. Наверное, ну, еще 5 минут есть. Давайте быстренько покажем. Ссылка послана. Как только мы ее получим, нам подсоединится наш гость, мы продолжим. Давайте я тогда, пока нету, я пока буду читать вопросы. По поводу еды и вегетарианства. У нас сейчас идут программа в рамках школы познания, курс, который ведет Ольга Викторовна Григорьева. Этот курс о питании. И у нас 5 занятий. Ну, и вот пока подготовка тела, там, ума и так далее. Ну, и в одном из занятий, естественно, будет освещаться тема питания и тема вегетарианства, о чем много раз говорилось. Я недавно беседовал с одним человеком. И вот наступает момент, когда нас или тянет к чему-то, или наоборот, от чего-то, так сказать, отталкивает, отгоняет, отвращает. Ну, и кто-то переходит, и сегодня это модное понятие, которое называется вегетарианство, веганство. В чем разница, они веганы, они не пьют, не едят то, что называется diary, или вот сырые какие-то продукты, типа молока и типа яиц, к примеру. Вот они не едят. Вегетарианцы не едят мясо. И те, и другие не едят мясо. Но еще веганы, они еще не едят, так они себя называют. Вообще, если честно, я... Ну, не было такого понятия. Ну, вегетарианство было, ладно. А веганы не было такого. И тут есть нюансы какие, потому что, по идее, да, ну, яйца, они, как бы, понятно, это... То есть мы убиваем живое, как бы, да, поэтому не едят. Но молоко. Вот и речь идет о молоке. Много раз уже об этом шла речь, и очень и очень многие не хотят соглашаться с такими вещами. И это называется самый благостный продукт во Вселенной. Некоторое отвлечение, отключение от этого. То есть речь идет вот о чем. Речь идет о том, что молоко, которое дают коровы, имеется в виду не то молоко, которое продается в магазинах. Является самым благостным продуктом во Вселенной. Почему? Это не продукт питания. Это не продукт для переваривания. Это продукт для совсем других целей. Молоко очищает тонкие ткани головного мозга. Все. И прием молока, прием молока. Это в июрведе сказано. Не питье молока, а прием. Но вот принимаем мы лекарства, принимаем мы пищевые добавки, что-то еще мы принимаем. Вот именно прием. Варьируется от одной столовой ложки до одного стакана. Есть специальное, сейчас не будем о молоке. Если будет на то какие-то основания, запросы, мы об этом поговорим более подробно. Но существуют определенные временные промежутки, когда надо принимать это молоко. И как его пить. Как его пить, как его в каком виде и так далее, и так далее. Вот у нас появился наш гость. Так. Ольга, приветствую. Здравствуйте, Майк. Да. Наушников нету, я предупреждал. Нет? Случайно. Потому что может быть эхо. Если нет, тогда будет так, как будет. Нету, да? Да. Да. Окей. Дорогие друзья, давайте я вам представлю моего гостя сегодняшнего. Это доктор с 30-летним стажем Ольга Лев. О чем и чем она занимается, она сейчас нам сама расскажет. И почему я ее пригласил, а потому что вопрос и тема нашей сегодняшней программы, так сказать, рефреном, да, вот этой программы, беседы с Майклом, психология больного человека. Больного взят в кавычки. Потому что, когда мы говорим больной, это больной, где он болен. Я считаю, что, не знаю, Ольга, вот мое мнение такое. Мы все больные, причем в основном на голову, я так считаю. Причем все до единого больные. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. У кого-то болезнь в мозгу, закапсулированная, она потом перейдет туда, куда надо ей перейти. Более того, если мы берем какие-то тяжелые болезни, повторяю, это только моя точка зрения, или даже не моя, а вот точка зрения той литературы, которую я люблю цитировать. Это чем тяжелее болезнь, тем больше прегрешения человек совершил в своей жизни. Вот, Ольга, рад приветствовать вас у нас на канале. Мы с вами уже встречались. Здравствуйте. Здравствуйте. Тот редкий случай, когда я гостя вывожу на экран. Но грех не вывести на экран такую красивую женщину и такого замечательного доктора. Грех не вывести. Было бы, конечно, несправедливо. Поэтому, видите, у нас сразу стали появляться люди. Вот как только вы на экране появились, сразу стали как-то резко увеличиваться численность нашего чата. Ольга, как вы относитесь к такому мнению о том, что чем тяжелее болезнь, тем тяжелее прегрешение перед самим, перед человечеством и так далее? Вопрос, конечно, интересный. По поводу того, чем я занимаюсь, мы уже говорили, я занимаюсь, я врач-специалист по семейной медицине, в прошлом психоневролог, но это все мои медицинские образования, так сказать, мои навыки, китайская медицина и медицинский гипноз. Помимо конвенциональной медицины, меня интересуют вопросы, связанные с работой сознания и подсознания, и каким образом формируются болезни. В прошлый раз мы беседовали о том, какую роль играют страдания в нашей жизни и какую роль они играют в возникновении болезни. То есть на каком-то этапе, как я уже говорила, я обнаружила, что болезнь живет у человека, потому что она живет в его подсознании. Я обнаружила такую интересную закономерность, что у некоторых людей наше подсознание, с которым можно общаться при помощи специальных методик, оно как бы дает ответы на вопросы, которые мы задаем. То есть у некоторых людей подсознание знает, что такое болезнь, а у другой части населения подсознание не знает, что такое болезнь. У меня, например, мое подсознание не знает, что такое болезнь. Поэтому, возможно, поэтому я здорово. То есть есть люди, которые... Это еще связано с моей точки зрения. Есть очень тесная связь с тем, какой образ мышления есть у человека. Как мы говорим, вот принято говорить, есть мышление позитивное, есть мышление негативное. С моей точки зрения, просто мышление связано с тем, какие программы подсознания у нас накоплены на основе нашего жизненного опыта. Или те, которые мы получили по наследству от наших родителей, от наших предков, от нашего рода, от нашего народа. Поэтому тот тип мышления, который мы имеем, в принципе, он влияет на наше здоровье. Я обнаружила очень такую интересную закономерность, что негативное мышление – это не отрицательное мышление. Это не означает, что это плохо. Это просто такой тип мышления от слова «негатив». Вот есть фотография «позитив», а есть «негатив». То есть все наоборот. И мышление наше идет от обратного. Так мы учимся. С моей точки зрения, это произошло на каком-то этапе, на определенном, когда человечество проходило какой-то этап своего развития, на котором люди как бы немножечко отступили от веры. Немножко отошли от веры, от религии. И это происходило на фоне какого-то общего процесса развития человечества, в том числе и развития технологий. И я лично, работая с подсознанием, обнаружила очень такую интересную закономерность, что наше подсознание учится, я так думаю, что я так понимаю, что это было важно в плане развития. То есть на каком-то этапе произошел период вероотступничества, и мы стали учиться, наш мозг стал учиться не только на добродетели, не только на хорошем, но и на негативе, и на чем-то, что мы считаем, что не очень-то так и прилично. Это когда я поднимаю руку, это означает, есть вопрос. Поэтому вы заканчиваете то, что вы начали? Да, потому что это важно. То есть на каком-то этапе, вот период вероотступничества, он сыграл свою тоже роль в развитии нашего мозга. И поэтому наш мозг стал запоминать, он развивался не только на фоне добродетели, которая раньше нас учила религия, которая являлась нашим нравственным наставником. Извините. И это наш мозг стал запоминать. Наши программы подсознания стали строиться не только на позитиве, но и на негативе в том смысле, что мы считаем не очень хорошим поведением, не очень хорошим событием в нашей жизни. И это стало запоминаться. То есть таким образом накапливались те самые страдания, как вы говорите, грехи. То есть вот когда человек нарушал какие-то заповеди, которые у нас учила раньше религия, то есть это считалось грехом. При этом человек чувствовал, конечно, он осознавал, что он что-то делает не так. И это тоже накапливало какое-то ощущение, накапливало негативные чувства самого человека, что он в чем-то виновен. То есть это тоже собирало ту самую энергию, энергию грехов, как вы говорите, которая тоже является, ну, подтачивает наш организм изнутри, как я бы так сказала. Какой вопрос? Да, а вопрос вот какой. Означает ли это, что человеку надо непременно пройти через вот эти негативные вещи, и только тогда он получит свой, так сказать, опыт, который потом может проявиться в виде серьезных заболеваний? Или можно как-то этого избежать? Смотрите, если человек осознанно ведет образ жизни, то можно значительно, как я считаю, я, исходя из своего личного опыта, я очень давно занимаюсь работой со своим подсознанием и сознанием. То есть когда человек осознает свои страдания, осознает то, что с ним происходит, пытается понять, почему с ним происходят в жизни какие-то ситуации, которые нежелательны для него, которые он не хочет, чтобы с ним происходили, то для этого есть причина. И причина это, в принципе, через то, что мы проходим, мозг учится на всем. Причем мозг для того, чтобы обеспечить свою главную функцию, выживаемость, и как бы наилучшим, а наивысшим образом, он использует все виды памяти. То есть все, что с нами происходило, весь опыт, он использует. Хороший опыт или менее хороший опыт, но он обязательно его потом использует. Наша задача – понять, чему научил нас этот опыт, и решить для себя, этот опыт мне хорошо или он мне плохо. Если он мне хорошо, то есть техники, которые просто отделяют негатив от позитива, и наш мозг, как мы уже говорили в прошлый раз, он априори позитивен. То есть если мы говорим, вот это мне хорошо, а вот это мне плохо, то то, что мне плохо, то, что я решила, что для меня плохо, мозг умеет от этого избавляться самостоятельно. Это замечательное свойство нашего мозга, которое, я считаю, очень обидно не использовать. Я хочу, дорогие друзья, напомнить, мы сейчас беседуем с Ольгой Лев, государство Израиль. Ну и больной вопрос, больного человека, мы к этому больному вопросу чуть позже перейдем. Но вот все-таки, вы говорите, есть методика, а как быть теми больными, которые уже получили эти заболевания? То, что сегодня мы делаем, как мы живем, мы получаем будущее, правильно? Мы работаем над нашей, будем так говорить, следующей жизнью, или следующими годами, десятилетиями нашей этой жизни, то есть создаем карму. А вот как быть с теми болезнями, которые, к сожалению, мы уже получили благодаря нашим прошлым действиям? То есть что надо делать? Вот у вас есть люди, которые вы лечите как бы, вот у нас этого делать нельзя, ну, а у вас можно, и правильно. От онкологии. Нет традиционные, скажем, методы лечения. Вот надо ли человеку отказаться от традиционных? Надо ли уйти? О, жопа. Не надо. О, жопа себе. Речь никогда нельзя о медицине, о религии и о традиционной, конвенциональной медицине. Нет конвенциональной, у всего есть свое место. Но речь идет о том, что когда вы лечите раковые заболевания, то есть это, это, есть два направления. Это профилактика, и это наиболее разумное направление, потому что бороться с наступившей, с дебютировавшей болезнью намного тяжелее, чем ее предотвратить. То есть это однозначно. Когда болезнь уже получила свое законное, так сказать, место незаконное в нашем теле, то тогда с ней работать намного тяжелее. Потребуется от человека настойчивость, вера, любовь к себе и просто время даже. А когда речь идет, когда, допустим, занимаюсь лечением какого-то заболевания, то начинается все сейчас, и потом как бы откручивается время назад, прослеживаем, откуда пришла эта болезнь. И таким образом можно, таким образом я поняла, как эта болезнь развивается и где, почему, как его причина этого заболевания. Поэтому если эти причины заранее теперь знать и убирать, то болезнь просто она не появится. В том-то и дело. Лечение заболевания, да, я считаю, что это очень рационально и желательно проводить параллельно с медицинским. Дело в том, что есть медицинская этика, есть очень много социальных вопросов, которые невозможные, которые приходят к пациенту, к человеку вместе с болезнью. То есть человек, который заболел, получил заболевание и потерял свою трудоспособность, какие-то, много лет жил на какие-то пособия, у него социальные какие-то блага, так сказать, он построил заново, построил свою нишу в этой жизни, приспособился к этой жизни уже с заболеваниями. И вдруг человек вылечился, окей, он уже утратил специальность, он утратил работу, он потерял навыки, начинается сначала не у каждого хватит сил. И поэтому подсознательно люди иногда, те, которые получили уже заболевание, не хотят выздороветь. Это подсознательно. Люди могут искать, могут стараться, могут брать таблетки, могут какие-то методы использовать. Если в подсознании он не хочет выздороветь, то что-то его там пугает, его сознание, из-под сознания какая-то программа, пока ее не уберешь, то есть шансов расстаться с болезнью как-то, ну, их меньше. Понятно. Я хотел бы еще раз напомнить о том, что у нас есть формат передачи, дорогие друзья. Этот формат передачи обуславливается, во-первых, временем, во-вторых, именно так, как она структурируется. Доктор Ольга Лев сегодня у нас в качестве гостя мы ведем довольно короткую, в общем-то, беседу. Она, предполагаем, что она у нас появится еще раз, где мы будем более плотно к этому, к разным вопросам подходить. Поэтому или вы задаете вопросы, но очень коротко, и она отвечает, или мы совсем скоро расстанемся. У нас есть еще развитие нашей программы, вот этой программы «Беседа с Майгл». И у нас еще, я предполагаю, есть еще два гостя. Я хотел бы задать вопрос, ну, во-первых, вот есть один вопрос, но только, Ольга, достаточно коротко. Анастасия спрашивает, ну, в курсе дела о том, что вы занимаетесь медицинским гипнозом. Можно ли с помощью гипноза избавиться от болезни? Я занимаюсь, то, что я делаю, я не считаю, что это гипноз. И даже сам Эриксон, когда его спрашивали, он говорил, что он занимается не тем гипнозом, которому учат в школах гипноза. Я не считаю, что это гипноз. Вот я считаю, что, я не то, что считаю, то есть у меня есть результаты, есть люди, которые прошли лечение, вылечившиеся от болезни. Даже те, которые прошли лечение медицинское и выздоровели, мы знаем, что существуют возвраты болезни, что может вернуться болезнь, что может вернуться, например, тоже онкологическое заболевание в другом органе, в других тканях организма. Я считаю, то есть я говорю о своих методиках лечения, что если программа подсознания, на которой появилось это заболевание, которое является корнем заболевания, не удалена, то есть риск возврата заболевания или плохой реакции на лечение, или недостаточное неполное выздоровление, или возврат болезни в другом месте. То есть, с моей точки зрения, это все генетически запрограммировано на программах подсознания, и с этим нужно работать. Понятно. Хорошо. Давайте я сейчас... Несколько предысторий. Кто-то знает, в основном кто-то не знает. Вот мы с Ольгой беседовали, но, к сожалению, не все это знают. В Бразилии уже очень много лет, десятилетий работает один из самых известных людей в мире. В Бразилии, в маленьком городке, в деревушке, под названием Абаджане. Человека зовут Джон от Бога, так его называют, Жоао Дедеус, на португальском это Бог. Жоао, его имя, перевели на английский язык и на русский язык это называется Джон от Бога, или Джон от Бога, да? В течение сорока с лишним лет существует вот эта каза, ее называют в Абаджане, маленькая деревушка в горах, где-то на какой-то высоте, где находится духовный госпиталь. Туда приезжают люди, которым современная медицина отказала в лечении, напрочь. То есть нету шансов никаких. Кому-то остается полгода, кому-то остается два месяца, кому-то остается три недели, и вариантов нету. Так говорит медицина. И вот как человек, мы об этом говорили, как всегда, никто не хочет естественно умирать, тем более в возрасте, еще которому вообще нельзя, как бы этого себе позволить, они едут туда. И многие из них вылечиваются. То есть официальная статистика говорит о том, ну кто-то ведет статистика, говорит о том, что около трех миллионов человек выздоровели от смертельных заболеваний. Парадокс заключается в том, что многие из них уже умерли, правда. И не в тот отведенный срок, для них определяемый возрастом. А почему? А потому что существует два, две вещи. Которая определяет, выздоравливает человек или не выздоравливает. Там первое очень строгое предписание. Об этом мы поговорим чуть больше, потому что вот мы закончим сейчас этот сегмент. Я попробую пригласить, если удастся, доктора Софии Бланк. Нью-Йорк. Она бывала там. Ну и я кое-что. У меня есть... Не видно, но не важно. Здесь есть электронные версии книги. И какие-то статьи даже я писал. Да, так вот. Причина, почему человек или не выздоравливает, или потом опять после выздоровления умирает. То есть две вещи. Ему нужно делать свою работу. То есть Джонат Бога, он, так скажем, делает свою вещь, поскольку он медиум и целитель. Через его тело работают сущности. Можно верить, можно не верить. Но это аватары, в том числе Иисус Христос, в том числе Кинг Соломон, и доктора, очень известные, которые там в Бразилии, святые, которые помогают этому излишки. Вопрос состоит в том, можно ли дать себе возможность сделать свою работу, и речь идет о прощении своих врагов. Вот, мне хотелось бы задать такой вопрос Ольге. Справедливо ли это о том, что мы должны простить своего врага, более того, полюбить. На первом этапе простить, на втором этапе полюбить этого врага. И это непременно условие выздоровления. Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь положительно, потому что с точки зрения религии, то есть гнев и ненависть – это смертельный грех. Почему? Я поняла, почему с точки зрения работы с сознанием и подсознанием. Потому что любой гнев, допустим, человек на меня сердится. Он на меня сердится за что-то, что я сделала. Он не так понял. Потому что наше подсознание… Я вот пишу в своих книгах о том, что то, что мы желаем, то, что мы хотим, наше намерение, они совершенно могут позиционировать себя в окружающей нас реальности по-другому. То есть наше намерение и наше желание очень часто не совпадают. Потому что истинные наши проявления, наше желание и намерение – это программа подсознания. А они, когда не осознаются, могут работать совершенно на дно. То есть хотели, как лучшее, получилось, как всегда. У меня есть на этом очень много примеров в моих книгах. Поэтому когда человек сердится, не важно, на кого он сердится, он сердится на себя. И это очень опасно. Поэтому это считалось великим грехом с точки зрения религии. Потому что любой гнев направлен на себя. То есть если что-то я сделала, и на меня за это человек сердится, а человек или что-то мне человек сделал, меня обидел, это как бы согласно моим программам подсознания. Так я веду, так меня воспринимаю, так я позиционирую свою энергетику в своей реальности, и так люди меня воспринимают. Независимо от того, что я хочу на самом деле. Все мы хотим быть добрыми, хорошими, делать людям добро. Но как у нас это получается, это уже получается. Наше поведение, наши намерения, они соответствуют программам нашего подсознания. Поэтому если я сержусь на того, кто меня обидел, что бы со мной ни происходило, любой гнев направлен всегда на самого себя. И на этом основано очень тяжелое накопление вот этого гнева, вот этих чувств, этих эмоций, на основании которых вырабатывается огромное количество биологически активных веществ в нашем организме. И они, то есть потом это запоминается нашими хромосомами. И этот механизм начинает работать против нас. На этом основано развитие аутоиммунных заболеваний, в том числе рака. Он тоже считается, относится к категории аутоиммунных заболеваний. То есть когда я сержусь на себя, я сама от себя не защищена. Нет программ защиты от гнева на себя. И мы сами себе приносим вред. Поэтому когда человек сердится и гневается, он гневается на себя. Этим опасен, любой гнев он опасен тем, что... Вот вы говорите, полюбись своего врага, как самого себя, и так далее, да? То есть наш враг всегда один. Это наша программа подсознания, которые накопили тот негативный опыт, который, например, связан у ребенка, мама, которая его любила, и мама, которая жестоко с ним обращалась. Поэтому у него любовь – это жестокость. И когда он будет проявлять свою любовь в жизни, то он будет проявлять ее через жестокость. И получит соответствующие результаты. А в принципе причина заключается в том, как он построил свою программу подсознания в детстве. Мама помогла ему построить эту программу. И любой гнев, любой... То есть на ребенка, на этого, который свою любовь проявляет через жестокость, будут сердиться люди, или он сам будет сердиться, это не важно, но страдать будет только он от этого. Поэтому вот все... То есть полюби ближнего, как самого себя. Такое есть хорошее выражение в религии, которое она скучит. То есть если задаться вопросом, кто ближе ко мне самому, чем я. Если человек не умеет любить себя, он не может любить никого. Поэтому надо прежде всего научиться любить себя, тогда будешь любить и ближнего, и ближний тебя будет любить. Будет полная гармония и здоровье. Ольга, знаете, есть такой персонаж, его название по-нарциссу. Как? Нарцисс. Так. Он персонаж становился перед вверхалом и любовал его. Да. Как вы к этому... Это из этой категории он должен себя полюбить, безлюбить? Смотрите, очень хороший вопрос. Надо проверить программу подсознания, или подсознание знает разницу между любить себя и эгоизмом. Очень часто наше подсознание путает это, потому что нам говорили в детстве, что надо любить ближнего, надо любить всех, кроме себя. То есть о себя в последнюю очередь. Но человек, если он не умеет любить себя, он не может любить никого. А нас очень многих этому не научили. Если я не умею любить себя, то и меня никто не может полюбить. Даже если я захочу кого-то полюбить, то я не смогу. Я не смогу почувствовать этого чувства. У меня не будет ни рецепторов к этим гормонам, которые дают мне это чувство. У меня не будут вырабатываться эти гормоны, а и будут вырабатываться какие-то другие гормоны, в зависимости от того, где произошла подмена. Эгоизм – это очень коварное чувство. Это обман. Это есть так называемые программы подсознания, самообман. Ими очень часто пользовалось наше сознание и подсознание. В каких-то критических ситуациях. Но потом нужно это осознавать и исправлять. То есть подсознание часто путает. Происходит подмена. Это связано и со словами, с лингвистикой. Одно и то же слово может означать разные вещи. Или чувства. То есть мама, если сказала, что вот если ребенок проявил к себе какое-то, допустим, самоуважение, выбрал то, что нужно ему, то, что важно ему, а мама ему сказала в детстве, смотри, ты эгоист, ты думаешь только о себе. То вот здесь ассоциативная память, она связывает любовь к себе, уважение к себе с эгоизмом. И тогда даже если ребенок будет стараться кому-то проявить любовь, ему все будут говорить, ты эгоист. Потому что будут воспринимать его как эгоист. И он будет вести себя как эгоист тоже. Вот это очень важно, вот этот момент, вот эти вот, когда подсознание перепутал, когда происходит подмена одного чувства другим, одного понятия другим, одного смысла другим, значения. Вот это нужно находить, и из этого очень большие проблемы будут. Я сейчас расскажу, у нас эхо есть. В следующий раз он наушно. Конфликт динамик с микрофоном идет. Тут есть одна интересная вещь, вот книга, которую я читаю, и там описывается о том, что приезжают люди туда, в этот госпиталь, и один приехал, и вот описывает психолог, он с ним беседует. И, а тот, расскажите о себе, спрашивает психолог, спрашивает о другом. И знаете, повествование этого больного о его болезнях. То есть про себя он что-то рассказывает. В таком-то году, и начинается перечисление, как он, и способы лечения идет. И вот вопрос возникает, у меня возникает вопрос тоже. Я беседую с пожилой родителем, я звоню, мамой беседуюсь. И говорю, ну как дела? Она мне начинает объяснять сразу, сходу. Начинает объяснять, как она себя чувствует. Вот у меня там давление, у меня там рука, у меня там что-то еще. Я ей каждый раз говорю. Я же тебя спрашиваю, как дела? Я же не спрашиваю. Кто у тебя болит? Ты как знаешь, что у тебя болит? Как оно у тебя болит? Ну человек, конечно, будет болеть. Кто болит? Вот, надо ли, говоря, Ольга, человеку, говорить о своих болезнях. Действительно у него это болит? Смотрите, есть хорошее выражение. У кого что болит, тот о том и говорит. Я бы хотела, если есть минуточка, я бы хотела еще сказать очень важную вещь, которую я обнаружила, тоже работая с устойчивыми выражениями, поговорки и пословицы, которые очень сильно влияют на нашу жизнь. Потому что они используются большим количеством людей, они на слуху, и они очень часто произносятся и являются триггерами тех программ подсознания, которые нами руководят нашей жизнью. Я обнаружила, выбрала по какой-то теме, выбрала пословицы из интернета, там 600-700 пословиц, проверила их с помощью контакта с подсознанием. Треть, в каждой области примерно треть программ активно, то есть это значит, что они перешли уже, стали программами нашего подсознания, которые очень активны и очень часто активируются. А то, что вы говорите, что мама говорит о том, что ей болит, то, что человеку как бы... Смотрите, человек, когда он говорит, что-то проговаривает. И если есть тут очень важный такой элемент в религии, это называется смирением. Смотря как он это проговаривает. И не даром мы так ценим своих друзей и тех людей, с которыми можно быть откровенными, которые поймут нас и дадут место нам. В каком смысле? Дадут место, поймут, не осуждая и не предлагая просто проговорить то, что человеку болит, то, что беспокоит. И если это с чистой душой сказано, то это первый путь к оздоровлению. Это начало пути к оздоровлению. Если не говорить, не признавать о том, что я страдаю, то эти страдания накапливаются. А если хотя бы признать, да, я болею, да, мне больно, и дать этому место, и побыть с этим, да, наш мозг активирует, мы даем ему место, мы ему говорим, мне плохо. И мозг понимает, что я страдаю. Тогда он начинает активировать программы самозащиты, самовоздоровления, самовосстановления. Так это работает. Люди, которые не признают страдания, не признают свои болезни, не признают свою боль, они только ее накапливают. Они не дают вместо нашего мозга помочь нам. Потому что мозг думает, что если я же не сказала, что мне плохо, а мозг думает, что мне хорошо, то, что мне болит, мне хорошо. Мозг, у него нет чувства, он не понимает. Он должен был, у нас есть выбор у человека, который нас наградил Создатель. То есть я должна сказать, вот это мне плохо, а вот это для меня плохо. И тогда мозг понимает, что мне плохо и начинает мне помогать. Включается программа саморегуляции организма, самоздоровления, самозащиты и так далее. Наш мозг обладает уникальными свойствами по самоздоровлению. Нужно их использовать. Вы сейчас сказали, что мозг, если дать мозгу, значит мне больно, можно помогать. Не означает ли это именно концентрация на болезни? Это означает, что человек, смотрите, смотря как это говоришь. Если ты говоришь, это техника, есть для этого специальная техника. Дело в том, что есть такая мощная, очень сильная добродетель религии, как смирение. И очень немногие люди владеют этим замечательным качеством. Этому нужно учиться, это нужно заслужить, отработать все блоки, которые нам дают возможность к смирению. То есть принять на какое-то время хотя бы то, что есть. Первый этап – это осознать и сказать, да, у меня это есть. Да, у меня есть болезнь, да, мне больно. Да, там, допустим, я плохо себя вел, я сам себе не нравился в этой ситуации. И тогда эти программы подсознания, мозг, он начинает работать. Если вы его научите, как работать правильно в этом плане, мозг сам исправляет то, что есть. То, что я сказала, мне не нравится. На этом вот и построена моя техника гигиена мышления, которая, это как бы модуляция мышления по моему желанию. Я хочу, чтобы было так, и я как бы даю задание своему мозгу, и он этому учится, и он это делает потом сам. Да, мы когда-то в первом классе учились писать, потом мы всю жизнь пишем автоматически. Мы думаем о том, что мы пишем, а рука сама, мозг сам пишет. Мы когда-то учились в детстве на велосипеде ездить, потом в любой период жизни, 20 лет ты не ездил, садишься на велосипед, ты умеешь есть то, что ты умеешь есть. Точно так же, мозг учится всему, чему мы захотим, только нужно правильно ему дать правильное как бы распоряжение, научить, донести до него, что я хочу. И это очень простые техники, но если это не делать правильно, то он нас не понимает просто. Понятно. Это слово на физиологической работе мозга. Да. Ольга? Ольга, хорошо. Ну, к сожалению, мы должны следовать нашему рекламенту. Хорошо. И поэтому мы должны с вами на этом этапе попрощаться. Благодарим вас за то, что вы нашли время. Йомбрешон? Да, Йомбрешон. Вот, я уже... Да, нашли время, хотя, в принципе, это первый рабочий день, насколько я знаю, в Израиле, верно? Да, да. Да. Ну вот, поэтому мы вас благодарим за это время. Спасибо за внимание. Вы тут у нас в этой программе. Мы с вами встретимся, мы обсудим, когда, да, встретимся больше всего, будем говорить. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Благодарю вас. До свидания. Благодарю вас. И мы её возьмём, и я сейчас объясню, почему. Ну, техника... Закончим с болезнями, короче говоря. В один из своих заездов на Випассану, ну, наверное, знаете, да? Многие знают, что такое Випассана. Буддийская техника, медитационная техника, разотождествление с нашими привязками. И в том числе, скажем, с физическим телом. А с чего всё началось? Там есть человек, который уже давно ушёл. Гоинка зовут его. И вот в конце медитации, один или два часа, я не помню, в семь часов вечера по местному времени, в девять отбой, начинаются классы. Начинаются классы, где все студенты смотрят на экране, что рассказывает вот этот человек. И вот он когда-то рассказывал, как он туда сам пришёл. А пришёл он туда, потому что он услыхал о том, что с помощью этой техники можно избавиться от всех болезней. Ну, сами понимаете, что болезни физического тела... Вот не было бы тела, не было бы болезней, да? Вот болит голова, да? Ну, с одной стороны, это плохо болит. Особенно у людей, которые в мигрене. Вот. И янь, кстати, не исключение. Бывает, ну, просто тяжело. Совсем тяжело. Хотя, как бы я человек серпеливый. Но очень тяжело, действительно. И вот... С другой стороны, можно сказать... Так это же хорошо. Почему хорошо? Но есть чему болеть. А у кого-то и этого нету, верно? То есть, значит, есть голова, короче говоря. И вот с помощью техник, да? Он может излечиться. У него как раз таки это и было. У него были просто дикие мигрени. И где, и куда он только не ездил. И сам, будучи очень серьезным человеком, вот, как тут вот говорят, запустить программу на самоисцеление здорово и замечательно в теории. А в практике мало кому это удается сделать. Поэтому это все очень и очень индивидуально. На это есть очень и очень много причин. И несмотря на то, что он понимал, естественно, что заходит запустить эту программу, не получалось у него запускать. Не с помощью самого его, очень серьезного человека, не с помощью других врачей, техники и так далее. И вот, когда он уже потерял надежду, кто-то ему сказал, мол, ты сходи на вот это вот, есть такая буддийская техника, называется Випассана. И он пришел туда. Ему сказали, спросили, а что ты вообще пришел туда? Зачем тебе это надо? И он так начал объяснять. Ну, в зале вопрос. И он так прямолинейно говорит, болит голова, ну, мигрени. А у вас можно? Нормально. Ему говорят, мы вас не берем. Он говорит, почему? Вы отказываете помощи больному человеку? Они говорят, нет, но если вы болеете, вы идите в медицинское учреждение и там лечитесь. А у нас совсем другие цели. У нас задача гораздо более глобальная. То есть мы концентрируемся на какой-то ерунде, на какой-то мелочи, которая для другого человека даже и говорит не о чем. Ну, вот как муравьи где-то там, да? Они не могут переползти через туфлю, через ногу. У них только двухмерное пространство. Вот они вот так вот и ползают. Понимаете? Поэтому для этих людей, как бы это был детский сад, то, что он говорит. Его отправили. Он туда вернулся, когда он действительно изжил в себе желание исцелиться. Исцелиться от болезни, которая действительно доминировала в его теле. И когда он пришел через какое-то время опять, и ему задали тот же вопрос, он сказал, я хочу гораздо более серьезные вещи, я хочу понять эту методику, этот процесс, которому учил Господь Будда. И это гораздо более серьезнее, чем все остальное внутри этого. И вот я, будучи там, и слыша это все, я решил про себе это все продемонстрировать. И там говорится, как оно должно быть. Вот. Как это надо сделать. И вы знаете, вот то, что мы сейчас с Ольгой обеседовали, очень интересный момент. Надо не уходить от того, что болезнь у нас есть. То есть она у нас есть. Мы как бы одной стороной, одной частью нашего, ну вы знаете, есть правая, левая отвечает за разные вещи. То есть одной частью своего полушария, будем так грубо еще раз, говорить о том, что мы должны понимать, что наша великая цель, как было, коммунизм, так и здесь. Мы должны понимать о том, что мы все-таки тела. И то, что внутри с этим телом происходит, это все временно. А с другой стороны, мы не уходим от этого, а мы как раз таки на ней концентрируемся. Почему? Потому что, как я, повторяю, я это понял. То есть в один момент я уловил, честно говорю, я уловил. Я убрал у себя эту боль. Это было для меня просто невероятно. Никогда такого не было. То есть совершенно дикая боль, которая мешает абсолютно всему. Не воспринимать ничего. Трудно это объяснить, кроме тех, которые сам в этом находятся. Поэтому все индивидуально, друзья. И вопросы давать, ответы, точнее, и рекомендации мы давать все гораздо. Мы попробуем туда перейти, в это состояние, и тогда посмотрим, как будет человек справляться с этой ситуацией. И я в какой-то момент это понял. Я это сделал. Я убрал, напрочь убрал. Но вы знаете, на удивление, это длилось один день. Я попытался войти в это состояние, я не смог войти. Я не смог войти в это состояние, чтобы это сделать еще раз. Но я знаю, что это возможно. Я знаю. То есть, технику я знаю, но я должен опять вернуться в это состояние, в эту випассану, и опять быть там вместе со всеми. Одному тяжело делать. Надо группа, короче говоря, а там сидит группа. Порядка 40 человек. Мужчины в одной стороне, женщины в другой стороне. И они медитируют все до единого. И они медитируют все одинаково. И это очень-очень мощная штука. Поэтому я по пятницам я, кстати, преклоняюсь перед теми людьми, которые присутствуют на этих медитациях. А по пятницам у нас идет медитация из госпиталя Жоао, из госпиталя Джонат Бога, который ведет Рита. По пятницам 8 часов вечера по московскому времени. Мы сейчас перейдем в зимний период, там будет разница другая. Но пока это 8 часов вечера, поэтому присоединитесь. Мощнейшая техника медитации, поскольку открыт портал соединения. Мы об этом поговорим. Кстати, больной вопрос мы так и не осветили. Время не было, к сожалению, уже. Я попробую сам. Так вот, это то состояние, когда мы можем войти и можем эту болезнь, короче говоря, не надо от нее уходить, а надо на ней концентрироваться, болеть и войти в это состояние боли. Если мы войдем, мы можем каким-то образом попасть в какую-то тонкую границу, не знаю даже, как это объяснить, где мы сможем убрать эту боль. Попробуем это мы сделать вот с Ольгой, когда мы будем общаться более плотно. Хорошо, давайте мы экранчики я покажу. Мы вернемся в несколько другую. Так, значит, экран, который мы видели, но я сейчас покажу другую картинку. я попробую сейчас позвонить Софии, если она есть, если она сможет, она нам ответит. Ну вот, значит, на картинке вы видите книга, эта книга не готова пока еще, но давайте я, кто не видит, у кого слишком мелко, я почитаю статья, ну, свою, кому интересно, тот может полностью прочитать, это статья, она даже на сайте Сан-Гейс-Радио есть в двух частях, но сокращена. Несколько лет назад, но это было уже, когда я писал статью, наверное, лет пять, мне довелось услышать одну историю, которая показалась, одной стороны, довольно необычно интересной, но с другой стороны, какой-то неправдоподобной, можно даже сказать, невероятной. Собственно говоря, тогда я не придал этому большого значения, ну, мало ли, какие чудеса бывают на свете, тем более, еще в пересказах очевидцев, кавычка, но уже через несколько месяцев мне пришлось столкнуться с ней опять, каким-то образом, но стали появляться новые факты, кавычка, новые рассказы, новые люди, и что самое интересное, все это сводилось к одному и тому же человеку, сходилось в одной и той же точке, мне стало действительно интересно, и будучи человеком любознательным, или, скажем, любопытным, но мне захотелось это проверить, тогда я еще не знал, почему, уже много позже мне объяснили, меня просто позвали, позвали, но кто? Мне сказали он, мне сказали духи, что? Кто он? Какие духи? И вот теперь мне самому уже хочется рассказать эту поистине замечательную историю, очень далеко от протуренных туристами троп, курортов, собирающих огромное количество людей, пешенебельных отелей и красивых бассейнов, находится место, которое привлекает пристальное внимание огромного количества людей, которые съезжаются туда буквально с разных уголков земного шара. Это место находится в центральной Бразилии, где располагается маленький городок под названием Абаджане. В этом городке, окутанной мистикой, находится Каза, дом и нация. Один из самых известных духовных центров мира, прославленный рассказами множества выздоровевших пилигримов. Правдивость этих историй не смогли опровергнуть ни медики, ни даже ученые. В этом городке, в окружении людей, в белых одеждах, живет один из самых необычных людей в мире. Иоанн Божий, Иоанн от Бога, Джон от Бога, просто Жоао. По-английски это Джон от Гат, Гот, просто в американском О это А. Так его зовут на Западе. Кто же он, это замечательный человек. Люди называют его духовным медиумом, трансхирургом, целителем и творцом чудес. То, что он делает, то, как он это делает, бросает вызов обычной логике. Считается, что бразильский медиум, Иоанн Божий, вылечил миллионы людей. Давайте же познакомимся с ним, познакомимся с тем, как люди получают выздоровление из рук этого загадочного и удивительного человека. Я даю себе отчет в том, что этим рассказом как бы бросается вызов проблемы понимания взаимодействия мира духов и традиционной медицины. Я сейчас набираю номер телефона доктора Софии Бланк, одного, пожалуй, из очень небольшого количества, а может быть и главного, специалиста по кирляно-фотографии. Кирляно-фотографии это чита русских врачей, муж-жена, которые впервые в истории, продолжая дело Никола Теслы, вот открыли невидимое. и доктор София Бланк. Алло. Да-да. София, здравствуйте. Приветствую, приветствую всех. Да, София, сейчас идет у нас на канале Центра Сангейц передача программа, которая называется «Беседы с Майклом», то бишь со мной. В эту программу я иногда приглашаю гостей. у нас уже побывала одна гостья, доктор, и мы с ней немножечко поговорили о болезнях, но о болезнях, скажем так, не совсем тела, а так скажем, о болезнях души. И речь идет о том, что существует духовный госпиталь, в котором вылечены, исцелены, точнее, миллионы людей. Это совершенно невероятно, как бы, да? Совершенно непонятно, как бы, но это происходит. Я знаю о том, что и вы там были, в этом госпитале, вот, и я там был, и неоднократно. Более того, мы туда возим, ну, то есть, Рита Борт и даже я, мы являемся официальными гидами в этот госпиталь. Есть строгая, четкая, система, которой очень не рекомендуется нарушать, а именно ехать в этот госпиталь для, если мы едем туда на лечение, под руководством гида, потому что этот гид назначен самим Жоао, он назначен благодаря тем духовным показателям и способностям, можно сказать так, которые обычному человеку не видны, им видно, он сам дух. И вот, речь идет о том, что последняя фраза, которую я прочитал из статьи, которую, вот, книга, я хотел сказать, дорогие друзья, о том, что эта книга, которую вы видите на экранах, это она еще не готова, и она состоит из трех частей, сейчас София нам расскажет, компоновала она эту книгу, ну, и она решила, что статья, вот моя статья, будет, так сказать, гармонична там, и поэтому начало книги в этом, но вы расскажите чуть подробнее, а также ответьте на вопрос, не вопрос, точнее, как вы понимаете такую фразу, бросается вызов проблем не понимания взаимодействия мира духов и традиционной медицины, пожалуйста, вам слово. Значит, дорогие мои, в 2006 году я побывала в Абадиане и была на приемах и лечила Сюджао. Народу сотни, тысячи, огромные очереди, и люди не понимают, каким образом происходит то чудо, которое там действительно происходит очень часто. Людей Джао, посмотрев первично, направляет на медитации и молитвы, но люди без понятия, зачем нужны эти медитации, зачем нужны молитвы, мало того, молитвы читаются на немецком, французском, английском и португальском языке, а что делать русским, белорусам и прочим русскоговорящим славянам. Значит, я поняла колоссальные извержки в работе этого центра, которые связаны с тем, что людям не разъясняют, каким образом происходит это удивительное воздействие, это удивительное лечение. поскольку я занимаюсь исследованиями многие годы, и эти исследования проявляют реальность и, мало того, образы тонких миров и их взаимодействие с нами, то возникла досада и вместе с тем огромное желание разъяснить людям все это. Но я не могла этого сделать, пока не встретила Майкла и Риту, потому что не могла быть услышана. А они как официальные сотрудники кассы я уверена помогут в продвижении этой информации ко всем. Значит, в чем суть того, что происходит у Джоао и с Джоао? Мало людей знают о том, что сознание может выходить из человека и вместо его личного сознания в него могут входить сознания других существ. Абадиани это врачи, замечательные врачи прошлого, это исторические личности, это, в общем-то, не очень известные врачи, но жившие на Земле 200, 350 лет тому назад. Люди не понимают, что такая возможность есть. Так вот, кирлианографии показывают, что это совершенно реальная возможность. И, войдя сознанием, эти врачи рекомендуют, через Джоао рекомендуют пациентам, что нужно делать. и Джоао просто озвучивает и на бумажках передает информацию того, что должно быть, что должно произойти с этим человеком, ну, следующий час, два, три, или он должен пойти медитировать, или он должен пойти купить травы начать, или он должен пойти лечиться на Кристалл Бет или на операцию. Так вот, друзья, полностью Джоао выходит из себя и отдает себя вот этим замечательным врачам. Значит, без понимания того, что человек бессмертен, и без понимания того, что по смерти может быть деятельным, как у этих замечательных врачей, которые и при жизни на земле, и теперь в иных мирах нашли возможность и нашли человека, через которого они могут продолжать помогать людям. без понимания этого для людей это чудо остается непонятным. И еще очень важный момент, что люди не понимают, что такое молитва и медитация. Они не понимают, что таким образом они соединяются с высшими мирами и получают от них помощь. Вот почему было такое острое желание написать эту книгу, для того, чтобы люди приезжали туда и были осознанными. И мало того, дать молитвы в этой книге. пока мы книгу пишем на русском языке, ну, будем надеяться, что она будет переведена на другие языки. Майкл, я ответила? Ну, да, я хотел спросить у вас очень коротко, поскольку времени у нас остается все меньше и меньше. Вы сами, София, дорогие друзья, скромничает у нас очень. Давайте я сейчас закончу показ, так, пока временно. Вот, она нас скромничает, поскольку она видит вещи и без аппарата. Так вот, скажите, вы сейчас сотрудничаете с доктором, с докторами и сотрудничаете по фотографиям, короче говоря, мы об этом завтра будем говорить, дорогие друзья, у нас будет завтра в понедельник у нас будет программа Софии, где мы более подробно об этом расскажем. Ориентировочно это будет, сейчас я скажу, когда в 19-15 примерно. Скажите, а что по фотографии можете предметно увидеть вы, чтобы определить неполадки человека, то есть как вы это видите? Прежде, да, значит, друзья мои, ну, есть такое феномен видение поля. Мы когда-то все видели поля друг друга, мы тогда с вами были циклопами вначале, потом мы были ангелическими существами, живя в Лемурии, а сейчас, ну, уже много веков тому назад, наш третий глаз, орган видения поля ушел внутрь мозга, и это эпифизм. он функционирует, но функционирует вяло. У некоторых людей, счастливчиком я скажу, этот орган более активен. наверное, я отношусь к таким людям, и тем более, что много лет я это тренирую. Значит, я вижу поле человека, вижу его по фотографии, вижу его, если это человек, передо мной. и те деформации поля, которые регистрируются на Кирилляновской камере, и камере четко видны, как разрывы поля, видны и тогда, когда ты смотришь человека по фотографии. Далее, значит, по фотографии я могу определить, поле нормальное, закрытое, то есть, человек защищен от негативных существ и энергии или нет. Второе, по полю человека видны его склонности, то есть, способности ребенка. По полю человека я могу определить, есть ли его связь с Богом или нет. Дело в том, что у тех, у кого есть связь с Богом, от теменной чакры сахасрары вверх уходит такой вот как жгутик канал. И у разных людей в разной ширине. Но он значительно расширяется после чтения молитвы. Я могу видеть в поле есть ангелические существа или их нет. Я могу видеть, условно говоря, какого склада человек. Он экстраверт или инжаверт. То есть, он щедрый, добрый, способный отдавать, или он скряга, закрытый. Значит, сам не отдает, естественно, он же не получает. вот такие параметры. По фотографии я могу определить, в какой органе или системе есть сбой. Потому что каждый орган и каждая система дает свою колебательную, частотную характеристику, и это улавливает рамка биолокационная. Я вижу норма отклонения от нормы. Насколько отклонения? Я не могу диагностировать, у вас гастрит, калит или еще что-то такое, но указать, что отклонения есть, я смогу. Понятно. Я смогу сказать, на сколько процентов работает у вас каждая чакра. Вот примерно так, Майкл. Примерно так. Хорошо. Давайте мы тогда благодарю вас, София. Я буду продолжать. у нас есть еще, ну теоретически, правда, пока у нас есть еще один гость, но вы наблюдаете за нашим эфиром, так или иначе, насколько я понимаю, да? Вот, и можете написать, если будут какие-то там вопросы, замечания, предложения. Благодарю вас. Хорошо. Всего доброго. И я вас благодарю. Всего доброго, дорогие. До свидания. Дорогие друзья, к чему идет, в общем, давайте обременно оснать. О чем идет речь? Дело в том, что наряду с тем, что было предложено, так скажем, да, или запрос поступил на методику, то, что я сам вначале говорил про нумерологию, система, так, моя, скажем так, система, или точнее, вот взятая там откуда-то с разных мест, разных сторон, то также поступил запрос о том, что я не возил туда людей, если честно, в Бразилию в качестве гида, потому что, ну, сложно приехать, надо здесь заниматься вещами, но просили, короче говоря, просили вот поехать туда, и чтобы, скажем, я поехал туда. Дело в том, что после первой поездки, и у меня было огромное количество там всяких аппаратур, которые я с собой туда притащил, и мне удалось каким-то образом даже задействовать туда людей, которые вокруг самого Жуао, и даже с ним и фотографироваться за пределами этого духовного госпиталя, ну, практически редко такие вещи могут происходить, поскольку он, его не допускают просто так публики, иначе все бы с ним хотели там и сфотографироваться, и обняться, и так далее, но понимаете, какая вещь, для этого ну, надо там находиться, чтобы это увидеть, я когда попросил, находясь там, и попросил благословения, и спросил, можем ли мы стать гидами, я увидал на его лице улыбку, которую нельзя определить, то есть он всегда одинаков, но там была улыбка, связанная просто со света, ну, то есть надо просто видеть, ну, вот я увидал это, это была не улыбка как бы человека, но это было совершенно потрясающе, то есть я сразу получил ответ, сходу, и он, да, он дал такой ответ, короче говоря, возможно такое посещение, кто имеет желание туда приехать и пройти все эти стадии исцеления на любом этапе то ли физического тела, то ли тела ну, ментального, скажем так, и нашей головы, где мы все больные, да, то такая возможность полагаю будет в ноябре месяц, скорее всего, вот, в ноябре, там есть два варианта, ноябрь и май, ну, более-менее комфортно, чтобы не было там каких-то экстремальных там дождей, к примеру, да, или холодно и так далее, вот, а чтобы более-менее комфортная была погода, хотя там всегда хорошая погода, в принципе, вот, то есть, там не просто посещение, а там будут уже программы, дело в том, что работает официально, он как бы работает прием больных три раза в неделю, среда, четверг, пятница, остальные дни человек как бы свободен, но там все равно люди, там все равно касса открыта, госпиталь открыт, там может быть не работают там магазины, не, магазин тоже работает, где можно книги, вот эти там кристаллы, там же невероятное количество кристаллов, вот, это все вот из Бразилии приехало, вот, вот эти вот кристаллы, они оттуда, это заряжены той энергией исцеления, которое всем нам надо, и эти камушки тоже, в общем-то, вот, они тоже оттуда, вот, уже воды, то, что вот София рассказывает, поэтому вы посылаете, так сказать, ваши запросы, но вам ответят специалисты, кто, как и что там, как туда ехать, сколько это стоит и так далее, и так далее, какой там порядок, ну, короче говоря, там будут вот эти четыре дня, они будут свободны для общения, тогда мы можем общаться там и так далее, вот, по поводу того, что вопросы, которые были, так, очень важна роль гида, в чем она, но дело в том, что гиды, они не назначаются, они выбираются самим Жоао, и существует уже 40-45 лет заведенная система, которая все 40-45 лет работает, система какая, гиды, они всем известны, имеется в виду Жоао, они известны, он их сам выбирал, это не значит, что если у тебя нету бэдж, то ты не гид, то есть, я, допустим, не собираюсь носить бэдж, мне это не надо, чтобы меня видели, что я гид, к примеру, но он знает, и поэтому, когда ты туда приходишь под очень ясное, да, предстаешь под очень ясное самого Жоао, вот мы первый раз поехали, мы не выполнили предписание, я не знал, точнее, то есть, как бы, технически это стоит, это стоит деньги, у нас есть? Окей, пускай подойдет сюда, приветствую, присядьте, здесь пока, а я сейчас закончу, дорогие друзья, сейчас мы представим еще одного гостя, очень интересного гостя, гостя из Литвы, которая к нам приехала, и мы сейчас поговорим кое о чем, да, а я сейчас только закончу мысль, и вот гиды, они, которые там находятся, они ведут группу людей, которая с ними приехала, и тогда к ним персональное внимание, к этому, к этим людям, то есть, он, как бы, не отправит ваш вопрос в корзину, ну, корзина не имеет значения, потому что там духи, им все равно, на каком языке написано, энергия больного человека, который просит исцеление, она есть, она лежит в этом, как бы, вложена в этот, в этот листик бумаги, но тем не менее, все хотели бы, уже приехав туда, лично с ним пообщаться, потому что отвечает он не как человек, он отвечает, как высший спирит, или высшее существо, Джона, от Бога, и там, конечно, конкретно, дается указание человеку, путь к исцелению, это совершенно невероятно, поэтому, ну, экономия, конечно, есть, если самим приехать, для кого-то она существенна, но, возвратная, скажем, энергия, она не будет такая, как была бы с гидом, ну, такой порядок, это никто не придумал, это ни в коей мере не бизнес, там никто бизнесом, сами понимаете, не занимается, но, тем не менее, это стоит деньги, и проживание, и питание, и вот эта вот работа, поэтому, ну, такой порядок, кто желает, тот узнает об этом, да, София, вы хотели бы рассказать, вы расскажете, но уже не сегодня, простите, у нас сегодня гость, так, давайте мы дадим место, гостю, так, прошу, так, дорогие друзья, ну, видите, как у нас, уже третий гость у нас сегодня, Тайна Лабас, рад приветствовать вас. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Да, речь идет о, по-английски, это называется spiritual alignment, но кто-то перевел, прямой перевод, я уже говорил, духовное выравнивание, ну, оно не выравнивание, но оно, как бы, человека делает гармоничную, я бы сказал, гармонию тела, с помощью этой техники. У нас была программа, и попросили нам рассказать, о чем шла речь, потому что программа была на английском языке, Рита, когда с тобой беседовала, это было на английском языке, и кто-то попросил рассказать, вот, вот прямой ком, так сказать, из Литвы, из Вильнюса, из Вильнюса в Чикаго, у нас, понимаете, открыто сейчас прямое транспортирование, вот, именно Вильнюс в Чикаго, напрямую, поэтому, дорогие друзья, приезжайте, мы вас примем, да, их дали в том числе на консультацию, но расскажи, пожалуйста, о чем идет речь. Да, духовное выравнивание, духовное выравнивание, это метод восстановления симметрии скелета, и симметрии позвоночника без прикосновения, чистыми энергиями, восстанавливаются перемещенные лопатки, плечи разной высоты, перемещенный таз, потом, если есть колеозные искривления позвоночника, и даже осевое искривление позвоночника, когда позвоночник перекручен по поводу вертикальной оси, такие деформации восстанавливаются, и даже, когда бывает длина ног разная из-за перемещенного таза, тоже длина ног становится одинаковой. Выравнивается скелет человек, он принимает свою совершенную форму, как он и должен своей сути быть. А почему духовное? Потому что оно происходит без физического прикосновения к человеческому телу. Это происходит в духовных уровнях, а потом это перенимается нашим телом, как последней инстанцией нашего бытия. Трансформация происходит в наших тонких телах, а наше физическое тело только отражает это огромное изменение. Вы как специалист, и вы как человек, который это делает, вы должны тогда обладать какими-то сверхъестественными, можно сказать, способностями, раз вы это делаете, не прикасаясь к человеку, вообще не прикасаясь к человеку? Вообще нет, не прикасаясь. И выравнивается? Да, и выравнивается, просто энергиями. Энергия приходит помещением и делает свое дело. В физическом плане это проявляется выравниванием скелета и восстановлением одинаковой длины ног, одинаковых цветов плечей, лопаток, выравниванием таза. Это сразу случается. Это занимает долю секунды. Это прямо происходит. Сейчас вы находитесь здесь. Я уже обращаюсь к нашим радиослушателям. Дело в том, что у нас сегодня как раз-таки буквально вот через 10 минут, начало в 10, по-моему? В 11. В 11? Да, в 11. Видите, я сам не знаю. То есть, через час у нас начинается ярмарка на нашей территории. И Дайна является одной из этих вендоров, как это по-русски? Короче, специалистов, которые, специалистов, которые приходят на территорию, вот в нашу территорию, в Сангейт-центр, и они будут делать какие-то сервисы людям, которые будут приходить, потому что это везде объявлено. Ну и Дайна будет тоже делать. Дорогие друзья, у вас есть какое-то время, сейчас до начала, первое, второе, ну и в процессе, если не будет запросов. В процессе, да. Можно будет показать одного или несколько людей, как это случается живьем, как это выглядит. Вы можете даже присутствовать и посмотреть на этот процесс. Я не знаю, сможем ли мы присутствовать, поскольку у нас программа, она все-таки, ну как бы, она принадлежит, что ли, этому компьютеру и камеру. Это надо новая программа, и дело в том, что у нас буквально через час у нас школа будет. Но, друзья, мы сможем сделать вот как. Это спонтанно, еще раз. Это мы не планировали, просто раз есть такая возможность, почему бы не использовать тайну. Раз приехала, работать надо, правильно? Правильно. Приведите. Пускай работают. А вот как это происходит онлайн? Это метод, в принципе, дистанционный. Присутствие человека не нужно, но чтобы он сам как бы понял, какое изменение происходит с ним, так лучше присутствовать и измерить его, чтобы он эту трансформацию как бы осознал сам, потому что это даже трудно понять. Это происходит без никакой боли, и не все люди имеют физические ощущения. может быть, 80% имеют эти ощущения, но это не, если нет ощущения физического, это не означает, что трансформация не происходит. И человеку, уму человека очень трудно поверить этому. И когда вот он сам убеждается очевидно в эту свою трансформацию, ну так он уже без никаких сомнений может сказать, что это случается. даже аппараты рентгена или компьютерная томография, все физические приборы, которые измеряют тело человека, они все показывают это изменение. Но это не обязательно, не обязательно делать медицинские какие-то измерения. Мы измеряем тело человека очень точно линейками, и когда он находится в трех позициях, это очень очевидно. А как ты будешь измерять линейками, если он находится... Ну вот так человек должен знать свои эти деформации, чтобы он осознал свою трансформацию. То есть замерил до и замерил после? Ну он может так сделать, но самочувствие меняется тоже, даже если человек не осознавает свои деформации, когда вот происходит трансформация, меняется физическое сочувствие, даже вот пропадают боли, исчезают боли, потому что освобождается поясная часть человека, и там ему сразу становится легко сидеть в продолжённое время, просто он может лежать, лечь на спину и лежать. Вот люди говорят, что вот я 12 лет не мог лечь на спину, а сейчас проспал целую ночь. Ну такие вот заметные изменения в теле проявляются сразу, но это самая трансформация иногда, когда она происходит тонкими энергиями, это не электричество такого как бы прохода, человек иногда и не почувствует, но это не значит, что эта трансформация как бы да, но у нас есть спасибо, у нас есть вопрос, Светлана спрашивает, на ютюбе есть видео божественное выравнивание позвоночника, это видео помогает, если просто его смотреть? Да, мы получаем какое-то количество энергии и через пересмотр некоторых передач и да, это но чтобы себя выровнять только смотря на передачу или смотря на фильм на ютюбе это ну сложновато я не могу так сказать что это происходит просто там была съемка наверное какого-то момента целения понятно вы знаете у нас тут есть собственно говоря всякие приспособления будем так говорить которые помогут которые помогут наверное заснять эти вещи да можно снять можно смотреть можно фотографировать можно записать вот ну Елена Дайна уже ответила можно проводить по онлайн да можно проводить я не знаю это вопрос конечно больше предметно будет и если у вас есть желание пожалуйста выпишите email вам ответят я не знаю условия простите я скажем по-другому функционирую в другом направлении поэтому вы напишите email да так Ольга так ну на этот вопрос попозже хорошо дорогие друзья тогда что еще Дайна ты хочешь сказать как что для чего вот эта уникальная методика она появилась давно она вот только сейчас она существует 29 лет наш учитель и основатель этого метода Петр Илькунович он проживает в Берлине сейчас он получил этот метод в 1989 году в Иерусалиме и вот Петр Илькунович его сын Александр Тоскор они обучивают к этому методу в Германии и к этому методу можно научиться в Германии уже есть около наверное полмиллиона в Германии Австрии Швейцарии около полмиллиона людей которые были за это время уже выровнены за эти 29 лет и что еще я хотела сказать почему это духовное выравнивание потому что трансформация происходит в наших тонких телах в наших духовных деменциях и это как благо для человечества потому что при этом процессе даже наша ДНК меняется как вот при просветлении когда человек занимается практиками много лет практикует разные разные методы разные мантры может петь или вот заниматься ежедневно практиками то это через выравнивание происходит в течение секунды он уже это получает в своем ДНК а то что он будет потом с этим делать это уже в его руках это уже в его сознании будет расширяться хорошо благодарю вас спасибо встретимся тогда мы уже когда люди станут приходить будем вас снимать всего доброго всего доброго ну марафон у нас сегодня такой я хотел бы ответить на вопрос то самое интересное это как раз таки больной вопрос я не буду говорить больного человека мы все больны в том числе я не исключение естественно имеется ввиду у нас есть наше понимание наши отечменты наши привязки к каким-то вопросам и к нашим телам в основном у нас уже долго идет этот процесс общения поэтому пора закругляться люди устают но тем не менее вопрос давайте мы немножечко ответим удивительная передача долго не могла принять что курсы ваши стоят дорого для меня сегодня поняла и приняла это ваша работа сложная простите за это редкое недовольствие в мыслях на все воля Бога вот последняя фраза на все воля Бога это правда вы знаете я расскажу одну такую историю дело не в работе и сколько она стоит любая работа стоит мы все работаем не бесплатно я принимал как-то подряд несколько лет одного человека который религиозного человека из России в Москве но очень известного прочитавшего огромное количество лекций и на его лекции всегда собиралось огромное количество людей ну как минимум сто человек собиралось больше на самом деле он приезжал в Чикаго ну тур был в том числе был и Чикаго и вы знаете объявляли как и везде но приходило буквально несколько человек ну 10 15 максимум а то и меньше в помещении в котором проходили лекции стояли столы на этих столах была литература диски ну тогда еще были диски но это не так давно было на самом деле люди подходили я наблюдал и он наблюдал люди подходили и смотрели диск что на нем написано переворачивали смотрели там на обороте понятно стоимость и ложили кто-то брал кто-то покупал кто-то пытался спрашивать а если дискаунт если мы возьмем два диска там три диска и так далее и потом я с ним беседовал и он говорил такую вещь сказал у нас происходит не так вот в Москве в частности и не только в Москве в России вот я ну я могу конечно проанализировать но это будет долго как что и почему я просто расскажу как он это сказал и он объяснил это он объяснил таким образом вот у нас люди когда приходят на лекции и после этих лекций они в перерывах там я не знаю они подходят к лектору и говорят ко мне он рассказывает и говорят а что вы порекомендовали бы нам послушать почитать он говорит вот это вот это вот это вот это и они говорят заверните то есть они не смотрят ни сюда ни туда ну как они могут как может человек на основании одной лекции часовой сделать вывод что ему надо приобрести что ему надо почитать что ему надо купить и так далее как он может сделать вывод он только начинает с этим знакомиться потому что те кто знакомы они уже все знают они уже и приобретают и все что угодно и он говорит а вопрос справедливый ведь вот как наша Ольга пишет то есть для меня дорого и он говорит это не это не значит что надо так скажем он объясняет просто еще раз поймите меня правильно то есть каждый человек он имеет право на выбор естественно боже упаси у него отнимать это право и имеет определенные какие-то основания почему он не может почему ну все мы в разных ситуациях находимся но он говорит а вы себя окружили такими людьми имеется ввиду бедными людьми а вы окружите себя богатыми людьми ну вот есть такой автор Наполеон Хилл Наполеон Хилл который об этом писал да то есть создать себе внутри вот как Геннадий абсолютно правильно кстати сказал запустите программу самоисцеления вопрос как ее запустить вопрос как это сделать как окружить себя этими богатыми людьми ведь это не просто как их окружить но я себе сейчас я вам прямо сейчас сходу могу сказать без всякого всего как это сделать очень просто элементарно просто для начала возьмите себе богатых людей если мы говорим об этом их фотографии ну когда-то были журналы там можно было вырезать сегодня у нас на компьютере это все создайте себе коллаж из этих богатых людей и визуализируйте вот и думайте об этом еще раз говорю это правда только захотим ли с этим мы согласиться или нет это наше право мы можем не захотеть мы можем не поверить если мы концентрируемся на негативных вещах на вибрациях и мы боже упаси проклинаем и ненавидим этих террористов этих наших врагов делаем хуже для себя да им по барабану извините как мы о них думаем наоборот это же почитайте Зеланда это же деструктивный маятник они же на этом работают как же мы этого не понимаем они же этого хотят что мы об этом думали мы создаем энергию эта энергия крутится возвращается переходит с одного места в другое мы ее развиваем да не думайте об этом вообще что изменится но оно и есть мир дуальный но если мы будем думать о хорошем позитивном опять же для чего нужны деньги они нужны это энергия это энергия вы понимаете у каждого свои намерения у каждого свое понимание того чем он занимается как он занимается ну наверное многие знают что я как бы разбираюсь чуть-чуть по астронумерологии но могу я определить простите ваше предназначение могу более того если я буду заниматься парапсихологией я могу делать те же самые вещи я просто не хочу мое предназначение этого не делать а люди этого не понимают они лезут туда куда не надо лезть ну поймите уже очень просто доктор выступает доктор выступает на радио по радио да передачах как у нас это происходит и говорит приходите ко мне в офис я вас вылечу у нас есть вот это вот это вот это ну что в этом плохого он рассказывает то что у него есть в офисе правильно неправильно трудно сказать правильно неправильно нет такого правильно неправильно это неэффективно Оно, смотрите, учитель, если говорить о планетах, это мой курс, который я собираюсь сделать. Запрос есть, значит, надо делать это. Много работы, но как-то надо собраться силами и сделать. Если вы учитель, а это видно в карте психоматрицы, то вы тогда Юпитер. С определенным днем, с определенными одеждами, с определенными вибрациями. Если вы об этом говорите по радио, приходите. Вы где-нибудь слышали, кстати, о том, что я говорю, приходите ко мне на курс? Никогда. Более того, если кто-то говорит, приходите ко мне, я сразу закрываю этот вопрос. Нету никаких реклам. Вы хотите прийти, вы придете. Зачем вам об этом говорить? Люди, они услышат, они хотят, и мне хотелось бы, чтобы вибрации наших душ совпадали в плане информации, в плане друг к другу. Вот тогда будет гармония. Иначе искусственное приходите, оно уже не работает. Не работает сегодня, в наше время не работает. Прошло, но мы же ретрограды все по своей природе. Нам трудно перейти в новое состояние. Квантовый переход, эпоха эра Бодолея. Поэтому, значит, Меркурий, А это, вот, скажем, человек, который рассказывает о чем-то, да, ну, продает, условно говоря, что-то, информацию продает. Он Меркурий. Одновременно быть Юпитером и Меркурием можно. Я могу сейчас сесть на второй стул двумя половинками, да? Неудобно будет. Можно, но неудобно. То же самое и здесь. Неудобно, неэффективно. Планета все-таки самая сильная одна. В нумерологии, кто захочет, мы об этом поговорим. Вопрос теперь к тому, а дорого или недорого. Все относительно, и есть причины, почему это дорого. Есть причины, почему люди не согласны. Почему они не готовы. Они не готовы. Это не то, что дорого или недорого. Они не готовы к этому информации. Время не пришло. Тут нет ничего плохого. Тут нет ничего зазорного. Есть элементарно простая вещь. И если мы хотим вырваться из этого беличьего колеса, я уже много раз говорил, есть, скажем, ну, как бы, пример, да? А почему у тебя нет денег? Потому что нет работы. А почему нет работы? Да потому что ехать далеко. Ну, так что? Так нет машины. А почему нет машины? Потому что нет денег. А почему нет денег? Потому что нет работы. Ну, одалживайте деньги, покупайте машину. Едете на работу, зарабатываете деньги, отдаете долг. Но как по-другому? Или мы ждем, что он у нас не посвалится? Свалится? Может быть. Но для этого надо запустить программу. Поэтому окружить себя людьми. Мы хотим быть здоровыми. Значит, элементарно просто. Визуализируйте. Мы хотим притянуть себе человека. Визуализируйте этого человека. Возьмите себе Брэда Питта или кого-то там еще. Филиппа Киркорова, не знаю. И визуализируйте себе этого человека. Точнее, не его, скажем, изображение, а качество, которое вы хотели бы видеть. Этой цели мы будем, кстати, посвящать наш следующий проект, который называется Soulmate. И в этих проектах будет принимать участие наши специалисты. Но поверьте, это серьезные специалисты. Опять же, для начала. Надо проверить, может, только когда поверить. Первый этап – это мы верим, потом мы проверяем. Это долгое объяснение к тому вопросу, больному вопросу для всех и для каждого. Но больной вопрос сам по себе не существует. Вот я сам по себе есть, Майкл, а где-то рядом стоит больной вопрос. Он не рядом стоит, он во мне стоит, сидит и так далее. Нам надо вычислить нашу природу, нашу. И там функционирует. И вопрос, ну, как бы, стадии есть получения информации и стадии получения опыта. Но они же есть, это всем же понятно. Кто-то готов, кто-то не готов. Нет никаких проблем. Поэтому потихонечку, послегка, да. Скажите, вот смотрите, Светлана. Я психология, поверьте, занимаюсь очень много лет. Трудно даже представить, сколько. Почти полвека. Вот смотрите, подскажите, ваш персональный сайт, мне нужно узнать свое предназначение. Вы что, на сайте узнаете свое предназначение? Вы хоть на каком-то сайте узнаете о чем-то? Вы нифига не узнаете, простите. На сайте вы... На сайте вы... Это аларм, который включается у нас периодически. Ну, он будет длиться какие-то там 30 секунд, минуту, прошу прощения. Не узнаете. Узнаете вы только, если вы придете... То есть, там вы получите информацию о чем-то, и все. Она совершенно непредметная. Рассчитать свою дату легко. Проанализировать ее сложно. Потому что она не... Она... Эта дата вложена в живого человека с его душой. Поэтому лично мне... Мне. Я близок к восточной системе, потому что там есть понятие души. В западной нету. Поэтому я применяю различные методики. Может, это сигнал, чтобы заканчивать передачу. Я всегда очень благодарен, что ко всем в эфире отношусь. Просто был затык в голове. Ольга, нет никаких проблем. Можно узнать дальше про калаш из фото богатых людей. Дальше. А что дальше? Ну, вы делаете калаш, так? Этих богатых людей. И вы смотрите их биографию. Как и что, из чего это произошло. Да? Только не берите Стива Джабса, к примеру. Он был богатым, но он умер очень рано. И на эту тему можно было бы сделать передачу целую. Потому что очень и очень много нюансов, связанных с его родителями, приемными родителями. Его отношения. Это урок для всех нас. На примере отдельно взятого человека. Вы должны безотносительно его, если брать его, то брать его только вот эту часть, эту ипостась. Если мы хотим визуализировать мужчины, да, какого-то рыцаря там благородного, весь из себя, визуализируйте там этого Шварценеггера, к примеру, да, с его там мускулами. Когда он был? Не сейчас. Но еще раз, это чисто внешне, а внутренне, конечно, все другие вещи. Самый первый этап. Вам надо понять свое предназначение. Давайте я покажу картиночку одну. Тут мы ничего не можем сделать. Это идет сверху вот этот вот аларм. Когда он закончится, она закончится. Это везде, во всех офисах на Плазе. Абрамович, ну, не знаю, Абрамович как богатый человек, да, наверное, подойдет. Берите Абрамовича, если хотите. Смотрите, дорогие друзья. Здесь показана картиночка. Картиночка и написано US Real Estate Index. Это недвижимость. Вот смотрите, 2007 год. И 2009 год. Вот это падение, я обещал поговорить, пять волн. Я сейчас вкратце об этом расскажу, потому что время уже нет, к сожалению. То есть, все развивается, и наша жизнь в том числе развивается в пяти волнах. Вот есть такая штука. Она не описывается. Это просто, так сказать. Примите пока на веру, без деталей. Вот видите, вот это вот падение, так? Это 20 лет здесь Real Estate. Ну, просто, потому что почему-то в России я не смог найти. Это удивительно, конечно. Почему я не смог найти, не могу сказать. Нету данных, графика. А я технические аналитики, я могу по графику много чего сказать. Так вот, смотрите. Вот это первая волна вниз. Это к вопросу, во что инвестировать. Которая закончилась в 2009 году. То есть, вот это падение, которое продолжалось всего два года, всего два года, это называется вот такой, ну, по-русски тычок такой, да? Это гораздо более серьезнее, чем подъем с 2009 по 2018. То есть, вот видите, да? Конец 2018 года, идет подъем индекса. Первый показатель падения для меня, так я ушел из недвижимости, из Real Estate, когда я проанализировал графики, я ушел, когда все говорили, это просто, ну, ты совершенно глупость какую-то делаешь, уходя оттуда. У нас будет очень и очень серьезно, и дальше будет продолжаться. Это все свалилось, то есть, я ушел вот где-то вот здесь. Ну, за пару месяцев до этого падения. Так вот, первая волна вниз, вторая волна вверх, третья волна вниз. Причем эта волна была 300, сколько здесь? 300, 80, 80. То есть, 300 было потеряно, ну, единиц каких-то условных. Значит, 300 единиц от 380, это сколько? 80%, да? Примерно. Около 80%, 80%. 80% потерялось, представляете? За два года. То есть, это первая волна, которая не самая длинная, самая длинная третья волна. Точно так же вниз, точно так же вверх. Это означает, что мы полетим вниз, вы не представляете, насколько вниз. Надо ли вкладывать в связи с этим в Real Estate, в недвижимость? Нет, не надо. Произойдет ли это сегодня? Нет. Завтра? Нет. Через год? Да. То есть, еще год оно может идти вверх. Тенденция вот этого индекса, несмотря на то, что это только американский индекс, обеспечит на сегодняшний день, ну, все, как бы, все-таки, центр бизнеса, будем считать, находится в Соединенных Штатах. Поэтому весь мир на это опирается, и это тенденция, которая будет определяться везде, во всем мире. Ну, какие-то исключения, без сомнения, и есть. Особенно временные промежутки. Так? Дальше. Чтобы было понятно. Смотрите. Уже показывал. Давайте мы посмотрим с вами как. Робль. Российский. Робль. По отношению к доллару. За 8 лет. 9 лет. Нету. Здесь у меня даты. Дейты, имеется в виду. Данных. То есть, с 2011 года до 2016, вот он находился здесь, стал здесь. Слава Богу, прекратился этот аларм. Потом поднялся вверх, потом полетел вниз. Первая волна, вторая волна, третья волна вниз по отношению к доллару. Давайте сделаем наоборот. Чтобы было понятно, сколько он стоит. Я как технический аналитик. показал о том, что этот рубль будет стоить, точнее доллар будет стоить 70 рублей, 70 копеек. Сейчас на этот момент 67,4. Я сказал давно. То есть, тенденция к укреплению рубля нету. О чем идет речь? Речь идет об экономике России. И кто бы, какие аналитики, чего там не говорили, вот эти вот головы, как их называют, да, токены, говорящие головы, они не хотят о том, чтобы мы это все знали. И на это есть причины, есть основания. Иначе будет понятно настроение соответствующее. Кому это надо? Я вернусь к молоку, очищая тонкие ткани головного мозга. Истребление коров. Это тенденция, которая будет продолжаться. Это говорит не о том, что это вредно, а это говорит о том, что кому-то высшим силам, ну не тем, которые там наверху, а материальным высшим силам или этим сущностям, не нужно, чтобы человек был разумным. Потому что если он не разумен, им легче управлять. Только и всего. Кто хочет, тот не поверит. Кто хочет, тот может поверить. Вопрос не в этом, вопрос не в вере, а в том, чем нам грозит. Мы все должны понимать о том, что что-то для чего-то, всегда есть цель высшая для каких-то вещей. Для каких-то. Очень коротко. Время уже практически нет. Очень коротко. Морально. Вот Юлиана. По поводу мясоедения. Меня больше интересует этическая, морально-нравственная сторона вопроса, а не диетическая, биологическая полезность или неполезность данного продукта, полученная путем убийства живого существа, у которого также есть душа, и оно также, как человек хочет жить. Они все испытывают чудовищные страдания и понимают, что их ведут убиваться. Последнее, да? На сегодня. Приводил пример, как ведет себя человек, которого ведут на казнь. Двоих ведут. Если вы дадите понять, одного спасут, а другого казнят, он будет биться в истерике и возмущаться, почему того помилуют, а этого казнят, а меня казнят. То есть, к сожалению, это Кали-Юга, где так ведут себя люди. Наша задача на первом этапе понять, что ведем мы себя неразумно, будем так говорить. И это будет отражаться для нас. Вот только и всего. Как мы это сделаем, это наш следующий этап. Животные. Пример такой был. Уже даже у Дима, граф Монте-Кристо. Если повести на казнь двух животных, быков, скажем, коров, и дать одному понять о том, что другого спасут, он замычит от счастья. Так ведут себя живые существа, которые не обременены пониманием своей якобы сущности, своей якобы уникальности, своей якобы, вот то, что называется эго, то, что мы рассматривали нарциссизм, и гордиться здесь совершенно нечем. Наоборот, это будет нам хуже. К сожалению, и дай бог, чтобы мы это поняли. Что касается животных, убийства животных, то существует очень строгая система, когда животное, а мы же перерождаемся, и неверная концепция того, что мы не можем деградировать. Можем, да еще как. Это описывается в ведах. Если мы не хотим себе это воспринимать для себя, ну так не воспринимаем. У каждого есть такое право. Не верить в это. В ведах описывается по-другому. О том, что деградировать можно. И это случалось много-много-много раз очень и очень известными великими людьми. Сейчас не будем об этом говорить. А будем говорить вот о чем. Что есть закон. Если человек, в значении человек, животное, если оно погибает своей смертью, оно имеет шанс, животное, опять же, существует срок проживания, если человек, бывший человек, стал ныне животным, он вел понятно, какой образ жизни, поэтому он и стал им. И, соответственно, жизнь этого человека в этом теле животного естественным образом обуславливается его предыдущими воплощениями. И поэтому он может, оно, животное, может опять стать, в следующий раз, родится душа. Да, есть. Она будет рождаться, опять же, в теле этого животного еще раз. Если животное умрет, тем не менее, своей смертью, есть, скажем, шанс, о том, что оно пойдет дальше. То есть, есть регрессия, есть наоборот, прогресс, прогресс. То есть, оно будет эволюцией, короче говоря. Оно будет эволюционировать, пока опять не придет возродиться в человеческом теле. Ну, опять же, можно поспорить с этим, но самое близкое к нам по-разному существо, не обезьяна, как якобы все считают, мы произошли от этого, как раз таки, корова по-разуму. Вот. Поэтому они были даны нам в дар богами, как ни странно. Вот. Не было таких животных у нас, и они были завезены нам, так сказать, из космоса для того, чтобы сделать человека разумным. Вот хотим этим воспользоваться, у нас есть такая возможность. Нет? Нет. Дорогие друзья, я могу попросить прощения за длительность нашего общения, вот, но, тем не менее, поблагодарю вас за то, что вы были с нами, и, так сказать, столько времени провели. У нас сейчас через полчаса начинается школа, поэтому нам надо программу уже так или иначе заканчивать. Всем благ, и если есть вопросы, к дайне, пожалуйста, пишите на e-mail. там у нас есть администратор, который этим вопросом вам ответит и будет заниматься. Ну, а по поводу школ, курсов и поездки в Бразилию тоже пишите, кто желает. есть такая, наверное, будет запрос, поедем. Нет? Ну, посмотрим тогда. Другое место поедем. Всего доброго, до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok